С утреннего часа пик до вечернего, включая межпиковое время, в Самаре продолжается усиленный контроль соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Ежедневно мониторят все виды общественного транспорта. Сегодня масочный рейд стартовал с остановки телецентр на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии. Здесь ходит не только общественный транспорт Самары, но и междугородние автобусы. Рейды проводятся департаментом транспорта совместно с представителями перевозчиков и с участием сотрудников полиции. Вот на прошлой неделе к нам присоединились еще и коллеги из Министерства транспорта, потому что по остановкам у нас не только городской транспорт ходит, но и межмуниципальные автобусы, они также подлежат проверке. Если смотреть по этому году, то вот в пятницу мы уже перевалили за 325 протоколов, они составляются в отношении тех нарушителей, кто не носит маску. В среднем проводят порядка 16 рейдов в день. Для ярых антимасочников предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Только за прошлую неделю таких протоколов было составлено 11. Все они направлены в районные суды, которые и будут определять степень ответственности за совершенное правонарушение. Вот, между прочим, в прошлую зиму все в масках ходили, вот строго было, да? Так вспышки гриппа не было. Вот все обратили внимание, что гриппа не было. Ведь все-таки это же помогает. А мне нравится позиция отдельных товарищей. Я принципиально носить не буду, принципиально иди пешком. При этом строгие правила ношения масок в общественном транспорте касаются не только пассажиров, но и личного состава. Утренние часы начинаются с инструктажа нашего персонала. Мы напоминаем о том, что необходимо получить защитные средства и надеть их перед началом рейса и не снимать их до окончания смены. Если они нарушают данную инструкцию, предусмотрена дисциплинарная ответственность. Пассажиры нам сообщают о данных фактах либо на горячую линию телефона, которые размещены во всем подвижном составе, либо через соцсети, либо мы сами это видим в ходе рейдов. Меры по борьбе с ковидом комплексные. Продолжается обработка подвижного состава, наращиваются темпы вакцинации. Сотрудники транспортной отрасли подпадают под постановление главного государственного санитарного врача региона. А значит, до 1 сентября уже вторым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 60% сотрудников отрасли.